Привет, друзья! Сегодня я решил затронуть такую тему, как хамство и хамы. Дело в том, что очень плохо люди разбираются с определениями, кто такой хам, кто такой не хам. И чуть позже я скажу, почему важно в этом разбираться. Это важно для споров, для конфликтов. Итак, с детства я стал замечать, что когда у людей возникают конфликты в общении, очень часто кого-то называют хам. Но я никак не мог добиться того, чтобы люди мне объяснили толком, что же это значит. И позднее уже, когда, ну допустим, я встретил на ютубе движение, да, как там, стоп хам, где людей называют авто хамами и борются с дорожным хамством. Я понял, что здесь какой-то подвох прячется, то есть на моем опыте хамами людей называли именно по результатам общения. То есть пусть вас не вводит в заблуждение, что если на автомобиль клеют какую-то там наклейку, то вот это как-то с хамством связано. Нет, хамство это именно вот при общении. И я пытался смотреть там в толковые словари, как-то там было расплывчато. И сейчас перед тем, как записывать это видео, я посмотрел в гугле, получается я вбил, да, определение, значение слова хам. И там было написано, кажется, значит хам это грубый и наглый человек, способный на подлость и низость. Что-то такое, вот вроде того. И на самом деле, на самом деле, если вы увидите человека, который там разговаривает там с кем-то и такой весь, он вроде бы так галантно держится, он вроде бы так манерно себя ведет, он вроде бы хорошо выглядит, и он с улыбкой произносит какие-то такие вещи типа, да я вашу маму в кино вообще водил, да, то, я думаю, вы, представив себя на месте собеседника, вы, наверное, понимаете, что если кто-то начнет такие выражения употреблять куда-то в вашу сторону, то вам это очень сильно не понравится. Тем не менее, вел ли человек себя как-то нагло? Он куда-то лез, навязывался, что-то вот совершал какие-то такие очень раздражающие действия. Вроде бы он как-то нагло себя не вел. Был ли он грубым? Вот делал ли он что-то грубо? Нет. Вроде бы все было изысканно и с шармом, да. Не знаю, при чем здесь какая-то подлость сейчас или низость? Ну, может быть, там можно пришить, что низко так выражаться, да, но подлость здесь никак не пришьешь. Но тем не менее, если в таком стиле разговаривать с каким-то старшим поколением, которое больше привыкло к этому слову, да, и там еще по старой памяти, то чаще всего вы услышите, что этого человека называют именно хам. Вот чаще всего его там не будут, там, что ты мерзавец, наглец, а вот именно хам. Сразу, ааа, там женщина какая-нибудь скажет, ах ты хам! Вот так. И я думал, думал, думал и постепенно сформулировал для себя, что же все-таки люди имеют в виду, когда вот это пытаются передать, ты хам. Хамство это способ нанести человеку какое-то оскорбление, задеть его чувства, не прибегая при этом к нецензурной брани и к какому-то антисоциальному поведению внешнему. То есть вроде бы плохих слов я каких-то не говорил, но формулирую слова так, что человеку неприятно. Вы знаете, сударь, я бы с вами не присел и на одном гектаре, да? То есть вроде бы, как бы, вроде бы галантная речь там и все такое, да? Но смысл переданного, он неприятен, он задевает. Что? Да как вы смеете, да? То есть это хам, я общаюсь с хамом, вы только посмотрите, да? Что-то вроде того. И почему это важно понимать? Потому что при общении, вот когда два человека разговаривают, и у них возникает конфликт, очень часто люди любят поразбираться, кто прав и кто виноват. И когда люди не понимают, что такое хамство, то часто, получается, один человек вывел из себя другого, сильно вывел, вот каким-то таким неприятными словами, какими-то такими вызывающими, задевающими, оскорбительными, да? Которые вроде бы матерными не являются. Этот человек в ответ его обматерил, послал, двинул ему в лицо и ушел. И считает себя правым. А этот человек потом говорит, смотрите, я не употреблял нецензурную брань, я не употреблял ругательство, а он употреблял ругательство. Соответственно, я не делал ничего плохого, а он делал что-то плохое. Значит, я невинная жертва, а он чудовище. И такую манипуляцию вы очень часто встретите в жизни. На самом же деле, вот есть какая-то шкала, вот там какой-то минус и какой-то плюс уровня общения, да? То есть вот люди разговаривают друг с другом. Это может быть как-то вот очень приятно идти, да? Как-то вот через верхние, через положительные какие-то уровни, да? Может быть как-то отрицательно. Но вот есть какой-то вот такой тоннель такого, ну скажем, минимально необходимого такого уровня общения вот в обществе, да? Ну вот если это шкала какая-то там от минус бесконечности там до плюс бесконечности по приятности, да? То нужно быть, ну вот допустим, вот здесь это какой-то ноль. То есть вот ноль нужно хотя бы от нуля, ну минимально хотя бы быть приятным или ну на крайний случай ноль. Но не надо человека уже сильно раздражать. Ну вернее вообще раздражать не надо как-то, да? И вот получается, если человек общается, ну вот так, да? И этот навстречу вот так общается, там вот так общается и этот навстречу вот так. То это нормально. Если выше лучше, то наоборот все довольны и вообще одно сплошное счастье. Но если вот этот человек прибегает к хамству и он выходит за вот этот дозволенный тоннель, как бы за вот эти вот нормы поведения, да, он начинает говорить какие-то очень неприятные вещи. Там да вы вообще земля таких как вы не должна носить, да? Вы там являетесь, там не знаю, там человек допустим встретил еврея, да? И он какой-то нацист нехороший. И он говорит да вы там такие-сякие нехорошие, да вы вообще как вас земля носит? Вообще-то по-нормальному там вы все должны умереть, да? Является ли это оскорблением личности? Нет. Он употребляет матершинные слова? Нет. Но он говорит очень-очень неприятные вещи, которые человека очень сильно задевают, да? То есть он говорит ну что-то вот такое вообще скатывается внизы. И поскольку он нарушил нормы вот этого социального общения, то с вот этого человека падают все обязательства, как именно нужно с ним там общаться. То есть пока человек пытается держаться в рамках, может быть менее приятно, более приятно. Но это какие-то еще рамки нормальные, да? Этот человек как бы чувствует себя обязанным отвечать на каком-то уровне. Когда человек хамил, он спустился ниже положенного уровня, да? И этот человек все, он не чувствует себя обязанным. Поэтому если у него какая-то злость, обида, агрессия, он отвечает уже как угодно, хоть вот так, понимаете? То есть он уже кулаками просто бьет этого человека и уходит. А этот потом пытается выдать, что я же не употреблял матерные слова, а он употреблял и он меня бил. То есть вот это понимание, что такое хамство, оно как бы должно вам, ну должно вас избавить от вот этой манипуляции. Чтобы вас не провели, вот чтобы вас на этот крючок не поймали. Если человек говорил неприятные вещи, то от этого уже зависит ваше общение. Если он не употреблял матерные слова, это ничего еще не значит. Человек должен быть приятным, должен вести себя нормально. Или вот в необходимом каком-то минимуме, да? Или вот еще выше, быть совсем приятным. Если же он показывает антисоциальное поведение, да? Вот пренебрегая нормами общения, не важно, что он не употреблял матерных слов. Он может уже себе навстречу ждать любую реакцию и это будет совершенно логично и оправдано. Конечно, я не говорю, что вам нужно кого-то бить и все. После этого там всем ходить, рассказывать, что вы правы и всегда так будете делать. Но, по крайней мере, понять вас можно. И тут даже не о вас, ну не об оправдании вас речь идет, если вы кого-то побили. Да, по возможности нужно избегать этого. Но вот этот человек не имеет права себя выгораживать, если он прибегал к хамству. Таким образом, ребят, ну поймите, да, вот как это все устроено. И когда вам люди скажут, что ну я же не употреблял матерные слова, то вы уже можете ответить, а нет. Как бы разговор, общение двух людей расценивается не по употреблению или избеганию матерных слов. Оно расценивается по тому, кто насколько старался быть приятным. Кто насколько старался общаться нормально, да, и не говорить там каких-то плохих вещей. Вот почему расценивается. Если человек говорил слишком неприятные вещи, то он может уже ждать в ответ всякую разную реакцию. И мол, меня уже не провести на этом. Вас уже не провести на этом. Надеюсь, было понятно. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok